Добрый день! Сегодня у меня еще одна великая возможность пообщаться с человеком, который написал книгу «Домашняя аптечка» или «Маэс аптечине» по-латышски. Все люди вас знают и все спрашивают, кто это такой Сергей Макеев. Я говорю, это великий человек, это очень знаменитый врач. Я бы хотела попросить рассказать вашу историю и почему вы выбрали именно как инструмент коралловую продукцию. Добрый день! Как сказала Венета, со многими заочно мы уже знакомы. Но по большому счету я особенно и не выбирал. Наверное, так звезды сложились. На протяжении, ну, немножко представлюсь, 39 лет врачебного стажа, более 40 лет медицинского стажа. И всю сознательную жизнь старался как можно меньше использовать медикаменты, лекарства, химические средства, чтобы больше заставлять организм самому работать на восстановление. И во всех своих апостасях старался достигать вот самого верха. Когда-то начинал с эндокринной хирургии и стал старшим научным сотрудником, защитил кандидатскую диссертацию, по которой родилось более 450 детей. Ко мне присылали на консультацию из других городов и даже стран. Потом ушел в мануальную медицину. Опять же, был востребованным и сейчас, собственно, достаточно востребованный специалист. Написал книгу, проводил обучение специалистов. И как специалист по натуральным средствам восстановления, я всегда задавался вопросом, а что еще, вот кроме физики, кроме того, чтобы запустить ткани в движение, что еще можно сделать? Ну, собственно, пациенты сами задавали такие вопросы. Какую водичку пить, что мне поесть, какие витаминки и так далее, чтобы быстрее восстановиться. И поскольку изучал этот вопрос, я прекрасно знал, что для восстановления нужна щелочная среда, нужна щелочная вода, то, что используют йоги в Индии испокон веков. Поэтому, когда я услышал, что есть не просто сода, а есть природный натуральный коралл, который делает воду щелочной, для меня вопросов не было. Я сразу захотел и начал это использовать. А дальше пошли результаты. То есть, те результаты, которые меня и вдохновили, и удивили, и до сих пор продолжают удивлять. Вот вы видите, я до сих пор пью эту водичку, эту водичку пьют мои родственники, мои пациенты. И я получал сумасшедшие результаты. Такие, которые, казалось бы, чисто ручной техникой получить невозможно. Можете назвать какие-то примеры пару. Но вы же понимаете, не все можно просчитать на физическом уровне. Допустим, есть такое заболевание, как спондилолистез. Когда позвонки просто съезжают и не держатся на одном месте. Можно долго стараться закачать и мышцами укрепить, поддерживать позвоночник. Вот у меня был памятный случай, который до сих пор помню. 80-летний пациент, который уже лет 5 не садился за руль автомобиля, именно из-за спондилолистеза. Реально начиналось сразу прострелы и боли в поясничном отделе. Вот он на водичке, вдруг через полгода снова сел за руль и снова стал ездить на машине. И таких вот самого разнопланового результата было очень много. Поэтому, естественно, когда я увидел, что компания предлагает такой продукт, я заинтересовался, а что же еще есть в продукции этой компании. И вот так постепенно стал осваивать, стал смотреть. Ну и действительно, ведь сегодня ни для кого не секрет. Если вам кто-то с экранов центральных каналов будет вещать, по большому счету вешать лапшу на уши, что не нужны витамины, не нужны минералы, не нужны добавки, вы сразу можете выключать телевизор, потому что все эти люди, я многих из них лично знаю, они все пьют добавки. По крайней мере, у нас в России, я нескольких человек таких медийных четко совершенно знаю, и они пытаются заказать добавки где-то в какой-то экзотической, вернее, самой развитой стране. Иногда мне хвастаются, а вот у меня из Швейцарии, а у меня из Германии. Я в ответ говорю, вы понимаете, несистемное применение добавок не принесет вам системного результата, к которому вы хотите прийти. И здесь все на лицо проявляется, потому что те болячки, которые вылезают, как раз и говорят о том, что они не знают путь. Они пытаются взять ценой, взять самое дорогое, самое лучшее для себя, и в результате не получают результат. В «Коралловом клубе» мы, врачи, разработали систему концепции здоровья. Вот по этой системе, когда мы проводим наших пациентов, вернее, клиентов, потому что здесь мы, понимаете, то есть где пациенты, там лечение, а здесь немножко другая ситуация, где клиенты, там люди, которые хотят быть здоровыми. И если их вести по правильной системе, если они делают правильные вещи для своего организма, они получают правильные, шикарные результаты. И здесь я могу вспомнить, как у меня 17 лет назад случился эпидемический паротит свинка. Детская болячка, которая, ну, очень неприятна во взрослом возрасте, потому что у мужчин, как правило, приводит к бесплодию, либо к воспалению поджелудочной железы, и то, и другое очень плохо, и течет тяжело. Я за два дня восстановился от этой проблемы с помощью нашего коллоидного серебра, коры муравийного дерева, с помощью той же водички, с помощью микрогидрина. И этот результат был удивительный, потому что процесс не перешел с одной стороны на другую. За короткое время произошло восстановление. И после этого, кстати, у меня родился ребенок. То есть в плане бесплодия тоже я сумел профилактировать вот осложнение этого заболевания. Или результат у моей мамы с тяжелейшим диабетом, когда после очистки вдруг сахар полностью нормализовался и два года был совершенно нормальным. И таких результатов купится огромное количество. Поэтому, господа, люди, вот услышьте, не нужно бежать и скорее лечиться, когда что-то произошло. Нужно создать условия, правильные условия для функционирования организма. Сильный организм сам справляется с большинством проблем. Потому что если взять сегодняшнюю медицину, практически вся она заключается в хронизации тех болезней, которые мы имеем. То есть ни одно хроническое заболевание сегодняшней медицины не лечит. Возьмите по эндокринологии. Если какой-то эндокринный орган работает чересчур сильно, что предлагает медицина? Значит, нужно этот орган либо отрезать, либо химически задавить, чтобы он не выдавал большее, чем нужное количество гормонов. Но это же не здоровье. Если не дорабатывает орган, значит, нужно добавить эти гормоны. Но это же не здоровье. Это не создание условий, чтобы орган работал нормально. Поэтому есть готовая схема. Есть люди, которые могут вам подсказать ее. Я вам всем рекомендую. Услышьте меня. Обратитесь к тому человеку, который вам показал это видео, потому что он может быть вашим проводником к натуральному здоровью. И до следующих встреч. А со мной вы можете увидеться и опять же получить хорошую добавку к правильному оздоровлению. У меня есть канал «Гимнастика йога бытовых движений» или «Гимнастика Макеева». Вот там через физику, а здесь через биохимию. До следующих встреч. Супер! Благодарю вас! Большое спасибо вам! До свидания! До свидания!